Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 сентября. Память святого благоверного князя Феодора, Смоленского и Ярославского чудотворца, и чад его, Давида и Константина. Святой и блаженный князь Феодор, по прозванию Черный, был сыном Смоленского князя Ростислава Мстиславовича и происходил в девятой степени от святого равноапостольного князя Владимира. Феодор имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые по смерти отца обидели его, дав ему в удел один только город Можайск. Несмотря на то, он не гневался на них и терпеливо владел этим уделом. За таковое и его незлобие Бог впоследствии верил ему в управление славный город Ярославль. Это произошло следующим образом. В Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей была единственная дочь. Благоверный князь Феодор женился на этой дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и поболучил во владении город Ярославль. А по смерти брата своего Михаила наследовал он и Смоленское княжение. Благочестивый и богоугодный жил князь Феодор в Ярославле, ибо с юных лет возлюбил Христа и его причистую матерь. Особенно почитал он священников и иноков и благотворил нищим. Как доблестный воин Христов, он во всем угождал своему владыке и удалялся от всякой неправды. В те времена, когда над русской землей тяготела татарская ига, был обычай, чтобы русские князья ездили в Орду к хану для утверждения в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда ярославский блаженный князь Феодор со многими дарами для хана и для его супруги. Это было путешествие князя Феодора в Орду, совершенно отчасти по другим обстоятельствам. Хан Золотой Орды Менгутемиры вместе с другими князьями русскими вызывал и Феодора для усмирения ясов и камских болгар, не хотевших платить дань татарам. В Орде он был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве любимца, весьма уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленели жену хана, что она пожелала выдать за него свою дочь. Но он сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и не склонился на ее увещание. И спросив себе у хана утверждение на княжение Ярославле, и получив такое утверждение, блаженный Феодор уехал из Орды домой. Когда прибыл он к Ярославлю, то услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили сын его Михаил и теща. Но бояре и теща не пустили его, начали вести о нем нелепые речи. У нас не в обычае, говорили они, принимать к себе в князья, приходящего из чужой земли. Довольно ли нас иметь своим князем наследника Феодорова, Михаила? Святой Феодор снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему опять Ярославское княжество. Хан послал Ярославцам строгое повеление принять своего князя, но те не повиновались такому повелению и упорно отказывались принять к себе Феодора. В то время как святой князь пребывал в Орде, в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему мужу выдать их дочь до Феодора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь ханскую в супружество даннику, при том еще и на верному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за Феодора. Хан согласился. Хан сам взял на себя ходатайство перед Константинопольским патриархом о разрешении этого брака и отправил для этого посольство во главе с епископом Сарайским феагностом. Патриарх дал разрешение под условием принятия дочерью хана христианской веры. Дочь ханской крестилась и затем вступила в брак с Ярославским князем. Ее назвали в святом крещении Анною. После этого брака хан еще более полюбил святого Феодора. Часто сажал он его с собой за стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на его голову, одевал его в свою порфиру, устроил ему прекрасный дворец и окружил его славою и богатством. Но среди этого всего великолепия сердце блаженного князя не возгордилось, и слава мира сего не отвлекла его от любви Христовой. И он все более и более преуспевал в исполнении заповедей Господних. Пока он еще жил в Орде, у него родился сын, который назван был во святом крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный во святом крещении Константином. Вскоре после того прибыли к нему вестники из России с известием, что сын его Михаил умер в Ярославле. Тогда князь Феодор стал просить хана отпустить его в русскую землю вместе с княгиней и с детьми их. Хан отпустил его с великой честью, возложил на него венец и почтил его великим княжением Ярославским. Святой князь прибыл в Ярославле с большим почетом. С ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он по некоторому времени с честью отпустил в Орду. Святой князь Феодор княжил в своем городе Ярославле, благочестивый и богоугодно до глубокой старости. Заболел и, чувствуя, что эта болезнь предсмертная, он позвал к себе княгиню-супругу и детей своих и завещал им пребывать в любви и мире. Предсмертное завещание святого благоверного князя Феодора весьма трогательно и назидательно. Затем он велел отнести себя в монастырь и там с великой радостью принял от игумена иноческий образ и в течение всего того дня радовался и благодарил Бога за то, что он сподобил его сего дара, коего давно желала душа его. Перед самой своей кончиной он пожелал принять химу, после чего преподав всем прощение и сам испросив у всех прощения, он осенил себя крестным знамением и предал душу свою в руки Божии. Это было 19 сентября 1299 года. Его благолепно погребли в храме Преображения Господня. Его святые мощи и до ныне источают многие чудеса во славу Христа Иисуса Господа нашего. Ему же слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.